Можно сколько угодно плакать, дискутировать, возмущаться или наоборот радоваться и задаваться вопросом, почему Украина не Израиль, но факт остается фактом, что лед тронулся, лед в американской политике и касается-то напрямую военной помощи Украине. Я точно не знаю, когда этот вопрос будет подписан и сюда пойдут американские ракеты, бомбы и все, что нам необходимо, но любое движение это лучше, чем вот эта вот стагнация, которую мы наблюдаем в Конгрессе как минимум уже последних месяца два, так это точно. Это с момента, когда Верхняя Палата приняла закон о помощи, а вот теперь начинаются качели, которые могут привести к тому результату, который нужен нам. И кто это все сдвинул, а? Внимание, я вам уже говорил, и на болотах это тоже понимают, что при всей сложности на раскладах на Ближнем Востоке, но именно Иран запустил эти процессы в Соединенных Штатах. Что нас с вами интересует в данном контексте, это то, как ночной запуск ракет по Израилю повлияет на процесс выделения помощи Украине в Палате представителей США. Вопрос правильный, давайте разбираться. Подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. С большой вероятностью, даже Олька знает, чем пахнет. Не просто так накануне Маргарита Симоньян так активно размышляла по поводу виселицы. И нужно отдать должное Маргарите, она все-таки сказала все четко. Или они будут вешать, или их. Мне нравится версия номер два. Что происходит в Конгрессе? Спикер Нижней Палаты Майк Джонсон решил поиграть в политику и показать, что он больше вместе с Трампом любит Соединенные Штаты. И то, что предложил Белый дом, они делят на четыре отдельных законопроекта под общей крышей. Что тут важно? Значит, помощь Израиля, помощь Украине, помощь Тихоокеанскому региону, то есть там в Тайвань и не только там в Тайвань. Ну и четвертый законопроект, он какой-то такой, знаете, сборная солянка. Там все желания, которые должны сделать этот мир лучше. Там и опции о ленд-лизе, там и опции, и, соответственно, о займах Украине. Там есть запрет ТикТока, так и его этот ТикТок. Лучше подписывайтесь на мой YouTube-канал и запомните эти слова. Рано или поздно мы, как часть Запада, будем пользоваться исключительно западными вот этими продуктами и информационными системами. Фейсбуками, Твиттерами, ну и, конечно же, Ютьюбом. Тут, мне кажется, это ясно и понятно. Лидер республиканского большинства в Конгрессе Стив Скалис уже заявил, что республиканцы теперь будут пытаться вынести на голосование помощь Израилю отдельно. В то же время Трамп заявил, что поддержал помощь Украине, но лишь в виде кредита и не подарка. Заявил, что Европа сама должна давать больше денег, потому что эта война на Европу больше влияет. Именно смена позиции Дональда Трампа, она как бы этот процесс и запустит. Нам, по большому-то счету, в сложившейся ситуации все равно, как будут поставлены сюда боеприпасы, ну и ракеты к комплексам ПВО. Вот президент Зеленский рассказывал о том, что на Трепильскую ТЭС летело сколько? 11 ракет, 7 сбили, а 4 попали в нашу теплоэлектростанцию. Почему попали? Потому что у нас закончились ракеты ПВО. И сам факт возобновления американских поставок, он принципиально важный. Тем более, опять же, самое обидное для меня, что американцы сделали помощь Украине фактором внутренней политики. Хотя все прекрасно понимают, что оказывать эту помощь необходимо. Там вот эта речь идет о кредитах. Ну, беспроцентные кредиты с какими-то там очень льготными условиями. Так может быть, я вам честно скажу, может быть кредит даже лучше, когда ты должен кому-то денег. Всем переживают, как ты, все ли у тебя хорошо, помогают, чтобы в будущем ты эти кредиты отдал. Хотя, опять же, в нашем случае это с большой вероятностью будет списано, или будут найдены какие-то другие формы реструктуризации. И еще раз, это не важно. Вот правда, важно оружие здесь и сейчас. И вполне возможно, что мы все-таки получим то, что нам необходимо. Потому что эти, как его, пи-ры, они, ну, они лезут, да, они умирают. Но в связи с тем, что теперь запрещено погребение российских солдат в Урске, пока не сойдет вода, всех вперед в атаку. Вот такая вот история. В том числе и за эти слова Дональда в США уже назвали диктатором, мол, Дональд хочет раскола Запада, гражданской войны в США. И уже открыто прозывают своих сторонников к борьбе. Про диктаторские замашки Байдена, например, американские СМИ умолчали. Хотя против Дональда возбуждено 34 уголовных дела. Новый судебный процесс, точнее судилище, идет прямо в эти минуты. В общем, исходим из того, что оружие и боеприпасы будут в наличии, и на российские оккупанты все умрут. Значит, вот на первый взгляд смотришь, так складывается ощущение, что российский телевизор, он активно подыгрывает и поддерживает Трампа. Так оно и есть. Но вот я вам хочу сказать, что это ошибочное мнение, что все там на болотах думают, что Трамп придет, Украину сдаст, всех сдаст и так далее. Они играют в другую игру. Российская игра называется хаос. Вот для них оптимальный вариант, чтобы было состояние, условно, когда жесткая избирательная кампания закончится таким результатом, таким неоднозначным результатом. Когда избирательная кампания закончится тем, что, допустим, Трамп не признает поражения. Или Байден не признает поражения. Вот этого они хотят. И надеюсь, что там в Штатах вот эту вот простую тему или схему развода прекрасно понимают. Им нужно отсутствие власти и отсутствие решений. То есть коллапс. Отчасти американцы сами завели ситуацию в такое положение. Я имею в виду помощь Украине. Но так будет не всегда. И вот опять же, я вижу, что процесс может сдвинуться с мертвой точки. Главное, знаете, мне кажется, усилия, которые мы должны сделать, вот это такие флюиды туда за океан, что, мол, ребята, наши дорогие дедушки, Трамп, Байден, давайте сделаем следующую историю. Вашу избирательную кампанию будем рассматривать отдельно, а помощь Украине отдельно. Мы же так часто слышали вот эту фразу про двупартийную поддержку Украины. И она никуда не делась. Так что я в данном случае сохраняю стопроцентный оптимизм, что будет все, что необходимо. И, между прочим, вот Трамп говорит, Европа должна как-то там больше вкладываться деньгами и оружием. Так это уже происходит. Пока наши американские друзья ковыряются в носу, что мы видим? Значит, министр обороны Норвегии что сказал? Что мы предоставим F-16 в прекрасном состоянии и с самым дальнобойным оружием для нанесения ударов, в том числе по российской территории. Как тебе такое, а, мой дорогой друг? Оказывается, не все ссут, понимаете? Нет, я прекрасно понимаю, что в идеальной картине мира, чтобы на место России было Украинское море, которое мы выкопаем по примеру Черного. Но, реально, они суровые. И если мы слышим постоянно, что западные политики во избежание эскалации, потому что у русских есть седерная бомба, они будут сами сбивать шахиды над украинской территорией, ну так дайте средство поражения. И здесь очень многое делается, это бесспорно. В целом, я не являюсь сторонником вот этих вот подходов, что Америка облажалась и давайте всех американцев как-то будем шеймить и отправлять на три буквы. Все, но решится. Ну, да, время, ключевой момент на войне. Но, это опять же, реалии. Тут не время плакать или там рассказывать, что везде зрада. Между прочим, вот сейчас в Штатах находится премьер Чехии, он тоже встречается с Байденом, говорит, что надо помогать. А Байден говорит, дорогие чехи, какие же вы молодцы, что пока мы заняты собой, вы помогаете Украине. Действительно, Чехия, спасибо тебе. Инициатива Петра Павла, она прекрасна. Больше снарядов у украинской армии, больше дохлых российских захватчиков. И это, кстати, понимают все. И, внимание, даже Ольга Скобеева, она решила сделать ход буквой Г, она решила походить и нашла победу. Вот, как вы думали, где могла Рашка победить? Вот, неожиданно. Взяла Рашка и победила. Нигерцы снова в игре. В прошлом году они вышли на улицы, чтобы потребовать вывода французских войск. И у них получилось. В этот раз они требуют закрытия американских военных баз в их стране. Естественно, вместо французов и американцев там появится триколор. Путин, введи войска в Нигер. Или он их уже ввел. Нигер был ключевым союзником США в регионе, пока военное правительство не захватило власть в Ниамее в прошлом году. Теперь Нигер обратился за поддержкой к России. Акция протеста состоялась на следующий день после того, как российский военный самолет с оборудованием и инструкторами приземлился в Нигере. А в прошлом месяце военное правительство расторгло соглашение с Вашингтоном. На взлетно-посадочную полосу аэропорта в Ниамее только что приземлился российский грузовой самолет. Эти кадры были сняты и опубликованы информационным агентством РИА Новости, напрямую связанным с Кремлем. На них видно российских и нигерских солдат на месте для разгрузки. Сутки спустя национальный телеканал Теле Сахель транслировал свои собственные кадры в репортаже. Двое мужчин, которых представили как российских военных инструкторов, отвечают на вопросы перед камерой по-французски. Мы здесь, чтобы тренировать армию Нигера, используя прибывшее оборудование. Мы здесь, чтобы развивать военное сотрудничество между Россией и Нигером. Однозначно победить Соединенные Штаты и Францию в Нигере, переиграть наших западных партнеров на африканском континенте можно с помощью одного Ил-76, который, судя по кадрам, привез питьевую воду. Ну, я не знаю, Африка действительно в этом нужна, нужда имеется. Но что-то мне подсказывает, что не просто так Олькин язык потянулся к Нигеру. Она просто хочет олизнуть победу. В данном случае черненькую, очень сильно загоревшую. Но так ли это? Укрепление сотрудничества стало возможно благодаря соглашению между военным правительством и Москвой. С этой доставкой российские силы начнут установку систем противовоздушной обороны в Нигере. Сближение с русскими также подтверждает отдаление военного правительства от французских и европейских сил, изгнанных с земли Нигера. Европейские дипломаты в Москве жалуются на постоянную череду визитов африканских лидеров в Кремль. Ну и, пожалуй, одна из немногих стран, которая продолжает верить в доброго дядю Сэма, который несет демократию, свободу, либеральные ценности, находится с нами по соседству. Ну то есть в Африке прозрели, а украинцы пока не способны. Надо им помогать. В рамках этой помощи Скобеева показала странный синхрон какого-то парня, якобы снятого в Одессе, который идет по улице, выпивший во время комендантского часа и орет, что русские придут и будут всех резать. Но кто сказал, что это не соответствует действительности? Кто сказал, что если какой-то человек, ну может быть даже с пулей в голове или ее отсутствием, говорит о том, что русские придут и будут резать, кто сказал, что это подтверждение того, что Россию ждут в украинских городах? Ну и сама Скобеева не так давно выступала и говорит, что нет, друзей у нас там нет, будем убивать всех. Это же совсем недавно она заявляла в ходе общения с Олегом Царевым, еще тот. Так вот, в этом отношении, что Россия всех уже давно переиграла, но почему-то до сих пор находится в районе Донецка, да, они пытаются штурмовать, да, Путин торопится, но рано или поздно они закончатся. Тем более, есть такие интересные тренды о том, что французы действительно собираются в Украину. Короче, во Франции рассматривается вопрос, вы нам еще за нигер ответите, и они действительно готовы ввести войска в нашу страну. Тема становится все актуальней и актуальней. Ну и пока Франция окончательно утрачивает статус колониальной державы, войска Пятой Республики бегут из Нигера, официальный Париж рассказывает, что у молодых французов оказывается всплеск патриотизма. Министерство обороны Франции публикует результаты опроса граждан страны в возрасте от 18 до 25, которые выглядят беспардонно сфальсифицированными. Сообщают, что больше половины молодых французов готовы защищать Пятую Республику, если она ввяжется в войну на Украине. 31% респондентов разделяют идею Макрону отправить на Украину французских солдат. А ровно вдвое больше, 62%, считают, что было бы хорошо вернуть стране обязательный призыв на военную службу. В общем, молодые французы якобы рвутся, воевать. Французы скоро будут в Украине. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До побачения, оккупантам смерть. Субтитры создавал DimaTorzok